Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Ситуация на контроле у главы региона. Произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне «Звезда Чапаевск». В Самаре на площади Куйбышева 17 марта отметят масленицу. Программу и меры безопасности обсудили на свещании в мэрии, которое провела глава города Елена Лапушкина. Узнали о конкурсных направлениях, поучаствовали в мастер-классах. В молодежном центре Самарской области прошел информационный марафон для студентов самарских СУЗов в рамках предстоящей «Веснушки-2024». Шорт-трек, лыжная эстафета, бег с препятствиями и стрельба из лазерной винтовки. В областной столице состоялась зимняя спартакиада детских дворовых команд. Сегодня в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне «Звезда Чапаевск». По словам очевидцев, был слышен хлопук. Движение поездов по мосту приостановили, на место выехали спецслужбы. Часть электричек вывели из расписания, уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Пострадавших нет. Ситуацию со взрывом прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Он рассказал, что находится на постоянной связи с правоохранительными органами. Регион окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ. Губернатор поручил Министерству транспорта Самарской области подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по тем маршрутам, где временно приостановлено движение. По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами. В Самаре продолжается уборка города от снега и наледи. Ход работ обсудили на совещании в мэрии, которое провела глава города Елена Лапушкина. Отдельно мэр обратил внимание на приведение в порядок контейнерных площадок для бытовых отходов. Подробности в нашем сюжете. Сотрудники Государственной административно-технической инспекции проверили, как в районах Самары идет уборка снега. Отчет представили главе города Елене Лапушкиной на еженедельном совещании в мэрии. Среди выявленных нарушений – нерасчищенные от снега и наледи подъездные пути к площадкам, складирование мусора рядом с контейнерами, припаркованные машины, которые мешают вывозить мусор из дворов. Сейчас самая главная проблема – это у нас крупногабаритные отходы. Надо отметить, что в зимний период, в соответствии с Санпином, периодичность их вывоза не должна превышать 10 суток. На территории города насчитывается 4847 контейнерных площадок. Часть из них обслуживает Департамент городского хозяйства Самара, но большинство закреплены за управляющими компаниями, ТСЖ и прочими организациями. Контейнерные площадки должны быть очищены от мусора, от снега и, соответственно, все подъездные пути. Зону ответственности каждый знает. Вы знаете, как действовать, есть административная комиссия, есть слова убеждения, другие мировоззрения. Глава Самары Елена Лапушкина поставила задачу привести контейнерные площадки в порядок в ближайшие несколько дней. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Перетягивание каната, ходьба на ходулях, бои на подушках, хороводы и, конечно, дегустация блинов. В Самаре на площади Куйбышева 17 марта отметят масленицу. Подготовку к проводам зимы обсудили также на еженедельном совещании в мэрии, которое провела Елена Лапушкина. Какую программу подготовили для жителей и гостей Самары, расскажем в сюжете. В этом году масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится 17 числа. Проводы зимы традиционно пройдут на площади Куйбышева. Там оборудуют тематический комплекс. В центре установят куклу-маслену. Вокруг – площадки для народных забав. Жители и гостей города ожидают гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, бои на подушках. На месте катка разместится Центр народной культуры. Рядом – площадка для игр в городки. Возле театра оперы и балета появится экран солнца, который будет транслировать творческие номера. На месте, где располагалась горка, будет сенный лабиринт. Эта забава очень полюбилась большинству детей нашего города. Туда же мы перенесем наши уже имеющиеся на балансе такие замечательные фигуры из сена, и коровы, и гуси, и куры. На территории усадьбы Деда Мороза откроется выставка лучших работ, представленных на конкурс «Самарская маслена. Гостья дорогая». Символ масленицы могут изготовить все желающие. Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 марта. В рамках года семьи предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные всей семьей, вместе с родными и близкими. Традиционно на площади Куйбышева будет работать город мастеров. Они приедут со всего региона и из соседних областей. Для детей организуют мастер-классы. На территории площади установят павильоны общепита. Перечни и меню реализуемой продукции, установленные как в домиках, так и в НТО, будут оформлены в едином стиле в соответствии с дизайном темантического комплекса «Масленица». Цены останутся такими же, как и в период проведения новогодних праздников. Ассортимент реализуемой продукции будет дополнен готовыми блинами. В связи с мероприятиями планируют ограничить движение на участках улиц, прилегающих к площади Куйбышева. Вопрос прорабатывается совместно с ГИБДД. Проводы зимы пройдут также в парке Гагарина, на набережной, во внутригородских районах, в школах, в местных учреждениях культуры, во дворах. Задействуют также площадки, благоустроенные по национальному проекту «Жилье и городская среда». В тот же день в Самаре будут работать участки для голосования. Напомним, что выборы президента в этом году пройдут с 15 по 17 марта. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В дома жителей поселка Управленческий пришла мягкая Волжская вода. Раньше она поступала из подземных источников и имела высокую жесткость. В Красноглинском районе построили два водовода Д-600 общей протяженностью 12,5 километров и другие инженерные сооружения. Как они функционируют, проверили главный управляющий директор РКС Самара Владимир Бирюков, заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Мухранов, заместитель главы Красноглинского района Вадим Костин. Подробности в сюжете. В поселок Управленческий пришла весна, а вместе с ней и ветер перемен. Теперь мягкая Волжская вода течет из кранов в каждом доме. Это 200 многоэтажек и свыше 2000 домов частного сектора. О новой схеме водоснабжения около 40 тысяч жителей поселка мечтали несколько десятилетий. Это стало возможным благодаря современному комплексу сооружений. Были построены два водовода Д-600 общей протяженностью 12,5 километров. Трубы современные, полиэтиленовые, срок гарантии на них составляет полвека. Кроме того, чтобы по новым трубам поднять воду из Волги до Управленческого, в Студеном Овраге построили дополнительную насосную станцию. Помимо этого комплекс включает еще одну новую насосную в поселке. Два резервуара чистой воды, хлораторную и административный корпус на улице Сергея Лозо. Всех потребителей Управленческого нам удалось подключить еще в декабре. Но мы делали плановый запуск и, соответственно, он занял еще два месяца. Мы шли поэтапно, мы старались не создавать проблем с котельной. И поэтому сегодня мы уже можем сказать, что мягкая вода пришла в квартиру каждого жителя. Исторически сложилось, что поселок был запитан водой из подземных скважин. Она была пригодна для использования, однако обладала повышенной жесткостью. Это оказывало влияние на качество жизни горожан. Само накипи и известковый налет, он выводил из строя бытовые приборы, то есть трубы забивались, автономные источники отопления, водоснабжения. И сейчас действительно приятно пользоваться этой водой. Так что жители очень довольны. Масштабный проект был разработан на основании технического задания администрации Самары и одобрен на общественных слушаниях. Его стоимость составила около 1,2 миллиарда рублей. Инвестиции вложены в рамках концессионного соглашения. Функционирование комплекса находится на постоянном контроле. Также фиксируются сообщения от горожан, которые касаются качества воды. Сейчас мы как раз таки и занимаемся тем, что мониторим ситуацию относительно сигналов от жителей, качества воды. Как раз таки работаем с управляющими компаниями. Они проводят проверку, какая вода приходит в внутридомовые системы. Специалисты отмечают, на территории поселка есть дома различных годов постройки, в том числе середины прошлого века. Поэтому впереди предстоит большая работа по устранению проблем на внутридомовых системах. Этим уже занимаются управляющие компании. Есть дома постройки 90-х годов, вот девятиэтажные. Есть дома и 50-х, 40-х годов постройки. Конечно, внутренние сети водоснабжения в домах, они уже ветхие. Ветхие и порой даже уже забитые. Да, придется здесь работать с управляющими компаниями по части выполнения ремонтов именно стояков. Обеспечение поселка управленческой мягкой очищенной Волжской водой важно не только для местных жителей, но и для будущего развития Красногринского района, строительства жилых и производственных зданий. Также сейчас ведется строительство водоводов диаметром 1000 мм для жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город, которые также будут получать мягкую очищенную воду. Работы выполнены уже более чем наполовину. Их планируют завершить к концу 2024 года. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Веснушка 2024. Самое ожидаемое событие для творческой молодежи среднеспециальных учебных заведений. Как оно будет проходить, рассказали на информационном марафоне. В Самаре подробности знают наши корреспонденты. Настроено решительно. Ульяна Дергачева готовится снова побеждать в российской студенческой весне. Студентка Поволжского государственного колледжа вместе с единомышленниками готовит танцевальный номер. В прошлом году в Хантамансийске ее команда уже становилась лауреатом конкурса. Поэтому сегодня Ульяну пригласили в качестве спикера на информационный марафон «Веснушка-24». Я такая заряженная, классная, веселая. И вот меня пригласили сюда делиться своим опытом. Не нужно бояться, нужно всегда действовать, потому что эмоции, полученные на российской студенческой весне, это самые теплые и приятные воспоминания, которые были у меня когда-либо в жизни. Задача инфомарафона – рассказать студентам, что их ждет на фестивале, в каких конкурсных направлениях они смогут показать свои силы. А сегодня их ждали мастер-классы от экспертов и жюри фестиваля. Растут, видно, уровень, когда уже появляются более сложные номера, уже есть преемственность, когда уже уходят студенты и более натаскивают молодых. Это очень важно. И уровень растет в «Веснушке». И достаточно интересно смотреть каждый год новые какие-то проекты. В прошлом году был 31 концерт, в этом году обещают еще больше концертов. Как раз-таки область вся захвачена «Веснушкой». Инфомарафоны пройдут в нескольких населенных пунктах Самарской области. У нас очень большой фестиваль, в нем участвуют практически все учреждения Самарской области. И вот для того, чтобы ребята чуть больше узнали о фестивале, мы выезжаем в область, во-первых, в разные локации, прямо на место в колледже. Информируем ребят о том, что они могут поучаствовать, в каких направлениях, в каких номинациях они могут податься, как себя могут проявить в рамках фестиваля. В фестивале можно участвовать в трех вариантах. В отдельном конкурсном дне, где можно представить свой номер, в конкурсном мероприятии, а также разработать собственный проект в творческой лаборатории, которая будет работать в течение фестиваля. Заявки на участие в юбилейной 20-й «Веснушке» подали уже 30 учебных заведений. Лауреаты Самарской «Веснушки-24» смогут принять участие в российской студенческой весне в Ставрополе. Ксения Баканова, Полина Челюкова, Петр Поломеев. События. Зажигательные народные танцы, яркие костюмы, песни о весне, хорошем настроении, стихи о доблести и чести. В Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт, приуроченный сразу к двум праздникам – 23 февраля и 8 марта. Подробности в нашем сюжете. Отмечать 23 февраля и 8 марта в один день большим концертом – давняя традиция Самарского дворца ветеранов. Тамара Евтюхова старается не пропускать здесь ни одну концертную программу. По словам женщины, любой праздник в дворце ветеранов окрашен особенной атмосферой. Где можно найти настроение и позитив? Только в дворце ветеранов. Только в ветеранов. И нигде не сравниться, нигде концерта нет такого, как в Доме ветеранов. Это только тут. Артисты великолепные. Ну вот душой отдыхаешь. И посмеешься. И новых артистов увидишь. Ну слов нет. Вот как замечательно здесь. На сцене выступили творческие коллективы. Ансамбли детской самодеятельности и те, кто занимается в кружках дворца ветеранов. Ольга Голубцова и Наиля Исмогилова выступили в составе ансамбля русского народного танца. Рассказывают, в этот раз для гостей праздника приготовили нечто особенное. И этот танец мы вообще обожаем. Больше всех. Да. Ну вот как-то он вроде бы и народный, да. И в то же время вот современная музыка такая идет. Нам нравится. Мы все время принимаем участие в таких концертах. Ну для того, чтобы поднять настроение и себе, и всем. Всех с праздником. В зрительном зале собрались завсегдатые дворца ветеранов и члены Самарского общества инвалидов. Собрались в нашем зале мужчины и женщины, объединенные любовью к родине, к нашей малой родине Самаре. И сегодня самые лучшие творческие коллективы дворца ветеранов, образовательных учреждений нашего города подарят людям особое настроение, праздничное настроение. Самарский дворец ветеранов анонсирует новое мероприятие. Оно приурочено к Масленице. Уже сейчас в фойе дворца проходит голосование за лучшую Маслену. Отдать свой голос за понравившуюся подделку можно до 13 марта. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Взаимовыручка и поддержка родителей и ученики Самарской школы Ектылык всегда готовы помочь учебному заведению и педагогам. И это взаимно. В школе чествовали семьи с детьми, чьи отцы принимают участие в СВО. Подробности далее. Дети Юлии Зареевой учатся в школе Ектылык. А Юлия с мужем принимают активное участие в жизни школы. К примеру, помогали делать ремонт. Муж Юлии, как и некоторые отцы учеников, сейчас находятся в зоне СВО. Чтобы поддержать учеников и их родителей, в учебном заведении участвовали бойцов и их семьи в рамках события «Крепкая семья. Основы государства». От семьи же все идет. Поэтому по-другому никак. Смотря на нас, наши дети будут брать примеры, тоже создавать такие крепкие семьи. Другие люди будут смотреть. И все идет от семьи. Событие приурочено к году семьи. Для татарского народа семья – очень важная часть жизни. Поэтому основная задача школ Ектылык – не только качественное образование, но и сохранение традиций. Мы воспитываем, воспитываем, воспитываем на примерах. Поэтому это патриотическое мероприятие. Для нас архиважно было. И, конечно же, дети с какими улыбками меня это делали, с каким наслаждением это они делали. Поэтому, я думаю, цель достигнута. Это мощное воспитательное мероприятие. Школа Ектылык традиционно является тем учебным заведением, в котором сохраняются татарский язык, культура, традиции. И именно здесь существуют, действуют различные вокальные и хореографические коллективы. Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Галина Топилина, Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили специальный прогноз по всей России на весну 2024 года. Эксперты обещают более влажную весну, чем в прошлом году, но относительно сухой марта, а также потепление на севере. В будущем сезоне обойдется без температурных и дождливых рекордов. Автолюбители могут с уверенностью заготавливать летние шины, как только среднемесячная температура перейдет за отметку 5 градусов. Для большей части европейской территории России окончательный переход на летнюю резину будет актуален в апреле в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Саратове, Воронеже, Волгограде и Ростове-на-Дону. Также в апреле среднемесячная температура на уровне выше 5 градусов ждет Омск, Челябинск и Хабаровск. В мае достаточно теплые условия прогнозируются для Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, а также основной части Сибири и Дальнего Востока, Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Владивостока. Метеорологи Яндекс.Погоды отмечают, что в целом в северной части страны наблюдается тренд на увеличение количества теплых дней в году в сравнении с последними 30 годами. Шорт-трек, лыжная эстафета, бег с препятствиями и стрельба из лазерной винтовки. В этих спортивных дисциплинах в минувшие выходные соревновались самарские школьники. В областной столице состояла зимняя спартакиада детских дворовых команд. Мы побывали на соревнованиях и расскажем подробности. В Самаре на территории спортивного центра «Чайка» состояла зимняя спартакиада детских дворовых команд. Разные районы города выставили своих участников. Это школьники в возрасте от 11 до 15 лет. У нас есть много тренеров по месту жительства. И они могут показать свои команды, дают детям возможность поучаствовать, просто повеселиться, получить прекрасные призы и весело провести время. В каждой команде по 16 человек. Они разбиваются на четверки и соревнуются в своих дисциплинах. Соответственно, дисциплины тоже четыре. Три традиционные – шорт-трек, лыжная эстафета, бег с препятствиями. Так, умничка. Давай, 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 еще немножечко. И дисциплина, которая появилась в этом году – бег и стрельба из лазерной винтовки. Как отмечают организаторы, некоторые ребята за несколько секунд могут выбить все световые мишени. Ребята должны поразить пять мишеней, каждый игрок из команды. И это все идет на время. То есть, если вдруг происходит промах по мишени, соответственно, игрок бежит в штрафной круг вокруг конусов. И все засекается на время. То есть, ребята стартуют от того конуса до стола и, соответственно, там же должны завершить. Результаты суммируются. Победители определяют как по видам спорта, так и в общекомандном зачете. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Хоккеисты «Лады» в Омске встретились с «Авангардом». Команда «Тольятти Азота» по хоккею с мячом заняла второе место в чемпионате Самарской области. А тренеры «Тольяттинской молодежки» совершили одну перестановку в составе перед решающим матчем с «Авто» в рамках «Плей-ин». Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В субботу 2 марта в «Тольятти» прошел 37-й лыжный марафон. Он состоялся в рамках серии лыжных марафонов России. На дистанцию 50 километров вышли мужчины, а на 25 километров – женщины. В лыжных гонках участвовали спортсмены из семи регионов страны, включая Московскую и Ленинградскую области. Отметим, что традиционный лыжный марафон «Тольятти» – это визитная карточка всего Самарского региона. Популярный старт проводится с 1987 года. В воскресенье 3 марта в Омске хоккеисты «Лады» встретились с «Авангардом». Первый период прошел без голов. Счет во втором периоде открыли тольяттинцы и отправили в ворота о мячей две шайбы. Однако оставшееся время осталось за хозяевами поля. «Авангард» сравнял счет в третьем периоде и забил еще один раз в четвертом. В итоге «Лада» проиграла 2-3. Следующую игру «Тольяттинцы» проведут дома 5 марта опять с «Авангардом». Команда «Тольятти Азота» по хоккею с мячом заняла второе место в чемпионате Самарской области. В турнире, который проходил на открытом стадионе «Нефтяник» в Новокуйбышевске, приняли участие сборные четырех городов региона. В рамках турнира было сыграно шесть матчей, участие в них приняли 18 хоккеистов «Тольятти Азота». Соперниками предприятия стали «Луч» из Чапаевска, «Самара Бенди» из «Самары» и «Нефтяник» из Новокуйбышевска. В финальной игре сборная «Туаза» встретилась с командой «Луч» и победила со счетом 5-2. По итогам чемпионата лучшим игроком предприятия стал капитан команды Альберт Петрухин, который забросил наибольшее количество голов. Тренеры «Тольяттинской молодежки» совершили одну перестановку в составе перед решающим матчем с «Авта» в рамках «Плейн». Егор Меркесов стал 13-м форвардом в заявке, появившись в ней вместо защитника Матвея Кривоножкина. Также определенные изменения произошли в сочетаниях звеньев, самым главным из которых оказался перевод Остапа Маслова в тройку нападения к Дмитрию Иванову и Кириллу Гаврилову. Подопечные Сергея Лопушанского ударно начали встречу и сумели рано повести. 0-1. Вскоре тольяттинцы еще заработали численное преимущество, однако им не воспользовались и на 12-й минуте пропустили при курьезных обстоятельствах. В итоге 1-1. В заключительной трети команды заиграли осторожнее, так как цена ошибки неуклонно росла. И на 50-й минуте оборона ладьи дрогнула. После наброса Ярослава Трофимова шайба попала в Александра Пимена и, неожиданно поменяв траекторию полета, отскочила в ближний угол тольяттинских ворот. 3-2. Точку за 5 секунд до сирены поставил Николай Думченко. Защитник авто сделал перехват и поразил уже пустой створ. 4-2. Таким образом ладья проигрывает серию плей-ин со счетом 1-2 и заканчивает сезон в МХЛ. В воскресенье 3-го марта в матче 21-го тура МЛБ 1-й лиги Торятинский Акрон на домашнем поле потерпел поражение от московской родины. Гости поля одержали победу со счетом 2-0. В первом тайме в составе родины гол забил Астемир Гордюшенко. Во второй половине Иван Тимошенко удвоил преимущество московской команды. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Администрация Кировского района Самары сообщает, что большая семья как крупная организация и для процветания ей нужна поддержка. Нацпроект «Демография» предусматривает два варианта материальной помощи семьям с детьми. Материнский капитал и ежемесячные выплаты, федеральные и региональные, которые можно оформить на каждого ребенка. Чтобы узнать больше о вариантах господдержки, переходите на сайт нацпроекта.рф. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что студентам, обучающимся по программам высшего медобразования по договору целевого обучения, предоставляется ежемесячная выплата. Она осуществляется на условиях софинансирования областного и муниципального бюджетов и составляет 2000 рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Администрация Ленинского района сообщает, что автономной некоммерческой организацией Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Акционерным обществом Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства проводится федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай наши». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства в Российской Федерации и оказание помощи молодежи в продвижении собственного бизнеса. В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 человек, которые получат грант в размере 1 миллиона рублей для развития своего предпринимательского проекта, а также информационное продвижение проекта, помощь в получении государственных мер поддержки и поиске дополнительных инвестиций для развития проекта. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. Конкурс пройдет на цифровой платформе msp.rf. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok